Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. И это видео 24 часа, говорю своей сестре только да. Сегодня мне повезло. Да, Полине сегодня повезло, потому что я ей буду говорить целые сутки да на всё, что она захочет. Ну, я надеюсь, сегодня ты меня, Полин, конечно, пожалеешь. Пожалеешь? Пожалею. Хорошо, я буду на это надеяться, а то в прошлом видео там Полина меня не везде пощадила, так сказать. Я, Кариночка, для тебя подготовила сюрприз, о котором ты узнаешь в середине видео. Какой сюрприз? О котором ты узнаешь в середине видео. Тебе уже какая-то идея пришла? Да. Хорошо, посмотрим на этот сюрприз, надеюсь, ты мне тоже что-нибудь купишь и будешь говорить меда сутки. Хочешь такой ролик снимать? Давай. О, всё, договорились. В общем, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, если вы до сих пор этого не сделали. И если вы не подпишетесь на мой канал, то пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Мою книжку со страшными историями вы можете заказать по ссылочке ниже в описании, которая совершенно недавно вышла именно для вас. Так что, Полиночка, я тебе даю немножечко поразмыслить, записать в заметки, что ты сегодня хочешь. Уже сделала. Уже когда ты успела сделать? Когда мы договаривались это видео снять? Ребёнок заранее, в общем, всё подготовил. Так что сегодня видос будет очень интересным. К тому же на улице 25 градусов, жара. В Москве просто невероятная погода. И мы с Полиной пойдём гулять. Сегодня мы должны пройти 10 тысяч шагов. Поэтому мы уже собрались и обязательно пойдём прогуляемся. Но перед этим, Полина, давай ты обязательно задашь мне первое задание на сегодня. Вообще, какое? Есть у тебя идеи? Да, у меня уже есть идеи. И я хочу, чтобы ты мне приготовила завтрак. Ты же это сделаешь? Без проблем сделаю. А что ты хочешь на завтрак? Мой любимый завтрак, если ты приготовишь то, что я тебе говорила. Помнишь, вчера? Если ты вспомнишь... Я вспомнила, всё. Ладно, на это я тебе, естественно, отвечаю да. Сегодня я, Полинке, буду готовить завтрак. День начинается прекрасно. А мы прямо сейчас, дорогие мои, отправляемся на кухню готовить завтрак для Полины. Погнали! Итак, прямо сейчас мы приготовим и мне, и Полине очень вкусный завтрак, потому что, ну, это прям наш фирменный рецепт. И без этого завтрака не обойдётся никто после того, как посмотрит это видео. Так что я вам советую тоже приготовить все продукты, которые у меня лежат вот тут вот на столе. Это творог, йогурт без сахара, ну, вы можете любой на свой вкус взять, молоко, ягодки и гранола. Что мы делаем первым делом? Мы быстренько открываем творог, у нас тут половинка осталась, и делим на две части. Половина мне в тарелку, половина Полине. Вот так вот добавляем. Оп, я добавила Полине и добавляю себе творог. Размешиваем всё аккуратненько, что в этой тарелке, что в другой тарелке. У нас получается, представляете, творог в тарелке, ребята, офигеть не встать. Ну и, в общем-то, дальше мы добавляем йогурт. Добавляем йогуртом и немного, а просто чуть-чуть для вкуса. С йогуртом ещё вкуснее. По ложке буквально. Ложка йогурта. И добавляем молоко. Вы не представляете, насколько вкусно в сочетании с молоком творог. Это очень вкусно. Берём, добавляем молоко. И тщательно всё перемешиваем. У нас в холодильнике всегда лежат ягодки, малина, голубика и прочие вкусности, поэтому можно перед этим добавить гранолу. Представьте, насколько это вкусно. То есть йогурт, немного молочка, творог, чуть-чуть гранолы. Вот так вот, оп. Причём это очень сытно и вкусно. Вот, в каждую тарелочку по бананчику упало. Ну и добавляем малину, ежевика. Малина не любит ежевику, поэтому я ей не буду добавлять. И голубика. Ну что, приходит великий дегустатор. Карина угадала. Да, держи, твоё любимое блюдо. Творог, молочко, гранола, йогурт, ягодки. Да, это всё очень-очень аппетитно. И вы не представляете, насколько вкусно. Поэтому пожелайте нам приятного аппетита. И мы сейчас услышим следующее задание от Полины. Та-дам! И наших блюд как будто бы и не бывало. Мы всё скушали с огромным удовольствием. Так, Полин, тебе нужно время на размышления, чтобы дать мне... Пока я ела, я уже придумывала, что я сделала. Я ещё не успела сказать. Ну? Кариночка, так как ты мне говоришь сегодня целый день, да? Ну? Я тебе задам вопросик. Да. На который я уже знаю ответ. Итак? Смогу ли я прийти к тебе в туалетный столик и забрать оттуда то, что я хочу себе? Полин! Ну у тебя и так много косметики, Полин! Ну да, конечно, я тебе по-другому не могу ответить. Я так и знала, спасибо. Ага, прекрасно, блин. Ну что ж, вот он, Каринин, туалетный столик. И я уже вижу то, что я заберу. Это Диор хайлайтер. Да, это хайлайтер от Диор, Полиночка. Между прочим, 4 тысячи стоит. Всего лишь-то. Угу. Что ещё тебе надо? Давай только хайлайтером обойдёшься? Так. Или нет? Неа. Полин! Тканевые масочки мне нужны увлажнять моё личико. Ага, тканевые маски, хорошо. Так. Хорошо, Карин, прости, пожалуйста, мне тебя уже жалко. Да выбирай, что хочешь, господи, я же должна весь день да говорить, окей. Палетка, которую я тебе дарила, так что... Так что ты её не трогаешь, подарки не оттарки. Я у тебя забираю такую палетку в виде шоколадки. Угу. Я посмотрю её цвета. Что ты заранее, даже не посмотрев на цвета, решила забрать? Во! Цвета офигенные, конечно. Я офиговыми палетками не пользуюсь, Полин. Я надеюсь, всё, скажи, что всё, пожалуйста. Ладно, всё. Ещё заберу такую расчёску. Хорошо. Следующее задание придумала? Принцесса, которая любит забирать у сестры косметос. А? Я придумала. Кариночка, ты сейчас офигеешь, что я тебе придумала. Так, ребята, мне уже страшно, ну. Знаешь ли, что сейчас в моде в ТикТоке? Тренды какие-то музыкальные? Попыт. Попыты, эти симплы-димплы всякие. Так, короче, у меня для тебя задание. Ага. Такой вопросик. Сможешь ли ты заказать мне столько попыток, чтобы они поместились на всю эту кровать? Чтобы была гора попыток. Полин. Полин, ты офигела? Я в них не буду играть, но мне они нужны. Зачем тебе? Куда столько попыток, Полин? Ты уверена хоть? Короче, давай с тобой тогда сейчас вместе сделаем заказ. Погнали. Спустя буквально, ну, минут 20 мы с Полиной выбрали те попытки, которые нам нужны были. Также мы заказали всякие слаймы, симплы-димплы. В общем, очень много всего. И снимем мы с этим отдельный ролик. Так что знайте, что я заказала... Ребята, знаете, сколько нам денег обошлось на эти попытки? 50 тысяч рублей. Я потратила, блин, 50 тысяч рублей на попытки. На попытки, черт, я потратила 50 тысяч рублей. Так что я очень надеюсь, что сегодня их уже нам доставят. Очень-очень надеюсь. Ну что, Полин, следующее твое задание, и ты меня уже, конечно, замучила. Задание. Мы с тобой вместе отдохнем и пойдем гулять по центру. Как мы и хотели. Правильно? Ну и там Полина меня на что-то разведела. Что-то я так чувствую. Ай, погнали гулять, ребята. Вы только посмотрите, какие мы с Полиной красоточки. И мы выбираемся уже гулять на улицу. Погнали вместе с нами. Ну что, погодка на улице, конечно, невероятная. Мы сейчас с Полиной отправляемся на Патриаршие пруды, а после дойдем до Красной площади. И будем сегодня весь день гулять, потому что погода, опять же, невероятная. Ты уже придумала следующее задание? Я пока что не придумываю, а сейчас погуляем, и я точно тебе скажу. Ага, окей, погнали. Вот они, ребятки, наши любимые Патриаршие пруды. Карина, сфоткаешь меня тут? Да, обязательно. Я же не могу тебе говорить не это. Ты придумала следующее задание? Да, сфоткаешь меня. Сфоткаю тебя? Давай, вставай. Полина там у нас уже выбирает фотографии, думает, что ей понравилось, что не понравилось. Немножечко отсвечивает, но фотки получились очень красивые. Вообще, ребят, на Патриарших прудах сейчас какой-то небольшой ремонт, как вы видите. Но тут всегда нереальная атмосфера, особенности на улице Малая Бронная. Те, кто живут в Москве, нас с Полиной поймут. Мы с Полиной обожаем улицу Малая Бронная, потому что там всегда какая-то суета. Там все люди такие счастливые, все собираются на улочках в ресторанчике, сидят. Сейчас я вам покажу эту красоту. Погнали на Малую Бронную. Задание придумала, нет? Нет. Алина! Так, дорогие мои, солнышко нереально светит. Я даже не вижу, что я сейчас снимаю из-за того, что экран как будто бы весь темный. Я уже определилась с заданием, и я хочу, чтобы Карина купила мне лимонад. Без проблем. Что-то какие-то легкие у тебя задания сегодня. Это я себя подготавливаю. К чему? Перед бурей. Хорошо, пойдемте за лимонадом. Мы идем, кстати, к Красной площади уже. Жара неимоверная. Здравствуйте, сможет, пожалуйста, один лимонад классический? И воду пускай. Я взяла, Полиночки, лимонад. Мы уже идем дальше гулять. Как тебе на вкус он? Вкусный очень. Очень вкусный. Мы взяли классический лимонад. Классический лимонад, он всегда очень-очень вкусный. Дай попробую. Офигенно, особенно в такую погоду. Вон там уже, ребятки, виднеется Красная площадь. Мы от дома дошли прям до Красной площади. Ну, почти. Ну что ж, Карина, раз мы на Красной площади, а это значит, что рядом центральный детский мир, мы сейчас туда направимся. Зачем? Чтобы затариться. Чем затариться, Полина? Дружками. Я тебе что-то должна буду купить? Ну, не должна, но у тебя выбора нету просто. Погнали в центральный детский мир. Мы дошли до ЦУМа, а вон там у нас уже центральный детский мир, если я не ошибаюсь. Вот тут прям можно прям дойти до Красной площади буквально через несколько минут, но мы туда не пойдем. Поэтому просто погуляем, и, возможно, даже зайдем в ЦУМ, посмотрим. Но пока у меня настроение порадовать ребенка. Радовать себя я тоже, конечно, люблю, но сегодня я говорю сестре, да, и мы идем покупать ей какой-нибудь подарок. Я заказала это из этих кукол уже. Закажила? Я заказала их. Такую? Ребят, вы слышали наш диалог сейчас? Как создаются идеи для роликов. Это просто идеально. В общем, мы гуляем тут очень-очень-очень красиво. Я уже давно не была в Центральном детском мире, поэтому сейчас мы определимся с подарочком, который я куплю для Полины, и пойдем на кассу. Смотрите на этот весь процесс под музычку. Блин, ребята, я отвечаю, я как будто бы окунулась в детство. Мне интересна каждая игрушка, которая тут, потому что, в принципе, я же снимаю на канал себе такой контент, и мне очень нравится снимать такие видосики со всякими игрушками и дарить приятные подарки для сестры. Поэтому, возможно, я что-нибудь-то и выберу скоро. Очень скоро. Спустя некоторое время Полина выбрала подарочек, который она хочет. Это наподобие кукол Лол, только... Я хочу снять ТикТок. Вот, а, у меня его заблокировали. В общем, ребятки, эта штучка, которую выбрала Полина, стоит 5799 рублей. Это наподобие кукол Лол, только там животное, и к нему полагаются всякие другие принадлежности, которые нужны. В общем, мы приедем домой и снимем обязательно распаковочку на эту игрушку. В общем, ребятки, я покупаю Полине вот этот набор, очень прикольный. Откроем вместе с вами, а сейчас мы идем на кассу. Погнали! Ну что, я счастливая. Мы купили мне сюрприз прям по возрасту, ребята, дорогие. Сейчас мы с тобой, Карина, на самом высоком классе такси. Выезжаем в авиапарк. Окей, хорошо. Я вызываю ультиму. Это у нас Майбах, и мы с Полиночкой едем в торговый центр авиапарк. А вот зачем-то уже придумала? Да. Придумала. Все, едем. Мы приехали до авиапарка. У меня уже чуть-чуть садится камера, но в авиапарке присутствуют вообще-то как бы пауэрбанки. Карина, у тебя сейчас поднимется настроение. Я придумала. Оно у меня и так хорошее. Я придумала действие. Давай. Ты всегда хотела себе купить Apple Watch'и, но откладывала. И я тебе задаю действие, чтобы ты прямо сейчас ходила и купила их себе. Офигеть! Блин, ребята! Это, конечно, забота, но деньги мне придется потратить немаленькие, да? Но я давно хотела Apple Watch'и и, в принципе, думала над тем, чтобы в ближайшее время их купить. Я откладывала все время. Я откладывала. Окей, хорошо. Я говорю тебе да, и мы идем покупать мне Apple Watch'и. Это ты... Ты про это говорила? То, что, типа, меня обрадуешь? Так, ребятки, по размерам я определилась. Я хочу черные часы, так как я в основном темную одежду ношу. Это будет шестая серия, и я взяла вот такие вот черного цвета. Сейчас мне их принесут. Это маленького размера, есть побольше, но я решила взять маленькие, потому что они, во-первых, визуально уменьшают руку, во-вторых, они очень-очень красивые. Мне большие не нужны. Большие они, видите, ребят, прям под мужика. Мне кажется, маленькие, они более женственные и красивые. Ребят, я еще решила взять новую зарядку себе, потому что у меня моя где-то потерялась, и я считаю, что телефон заряжать быстро нужно всегда, поэтому я взяла помимо часов лишний заряд. И еще часики, естественно. И еще мне, ребят, заранее сейчас на часы наклеят защитное стекло, так, чтобы прям максимально защититься. Такие дела. Полина мне сказала, что ей тоже нужна такая зарядка скоростная, потому что мы вместе их потеряли, как оказывается, по совпадению. Именно поэтому я сейчас беру еще одну. Но я уже часы купила, зарядку купила, стекло купила. Сейчас буду брать еще и одну зарядку. Да? Ребят, чтобы вы понимали, сейчас не записался кадр, как я открывала, блин, часы в ресторе, и мне пошли наклеивать на них стекло, поэтому я вам покажу уже мои часы на руках. Вот так вот я их открыла, все вам показала, но, как оказывается, камера не записывала, поэтому покажу вам уже дома. А зарядки у нас лежат вон там вон в пакетике. Ура! Полина, я могу сказать спасибо тебе? Да. Себя я порадовала, Полина, а ты меня зачем в торговый центр привела? Только ради этого? Мы сейчас идем в Бершку покупать мне одежду. Окей, погнали. Сказать нет я не могу, поэтому идем покупать Полине шмотки в Бершку. А что, если бы без видео, ты бы нет сказала? Эту? Да. Хорошо, бери, пойдем. Нормас? Погнали на кассу. Мы взяли с Полиной пауэрбанки, покажи Полин свой. Вот, мы заряжаем наши телефоны, сейчас идем подкрепиться, как мне и сказала Полина, а ответить нет я и не могу, хоть я и не особо голодная, но сейчас мы перекусим. Прекрасно, как раз нагуляли чуть-чуть аппетит. Ну, я не очень, Полина нагуляла, да? Нагуляла. Идем жрать. Вот так вот мы тут сидим, заказываем сейчас салатики. Ну, вы, в общем, посмотрите скоро, что мы заказали. У аквариума такие две красоточки присели покушать. Пожелайте нам приятного аппетита. Ребят, я дико извиняюсь, я забыла вам показать роллы, которые я заказала. Я оставила тут две штучки, это вам. Я их кушать не буду, я хочу, чтобы вы их покушали, так что приятного аппетита. Кто любит роллы, обязательно кушайте через экран. Наслаждайтесь этим чудесным вкусом. А в шести штучках, кстати, 180 калорий, а в двух 60, поэтому кушайте 60 калорий. А Полина ждет бифштекс с пюре. Принесли Полинин бифштекс, который она заказала с пюрешкой. Тоже можете пожелать приятного аппетита вот этой прекрасной персоне. Все, ребенок кушает. Я еще заказала огурец себе. Вот твой шопер, Полина. Погнали. В общем, все, ребятки. Мы с Полиной едем домой, потому что очень устали, очень. Так, ребятки, мы уже дома. Вот они мои Apple Watch'и. Я их чуть-чуть попозже распакую, покажу, как они сидят у меня на руке. А пока настало время распаковки. Мы с Полиной очень уставшие, но все-таки распакуем то, что я и купила в центральном детском мире. Погнали, открываем. Я не совсем разобралась, как это делать. Ну, просто давай открываем. Как ты видишь, так и открываем. Хорошо, я попытаюсь сейчас снять эту пленку. Там должно попасться какое-то животное. Я не знаю, что это за конкретный набор такой, но должен быть прикольный. Та-дам! Итак, достаем дальше. Какой там миленький щеночек? Или там не щеночек? Тут какая-то небольшая инструкция. Ага. Так, давай лучше инструкцию прочитаем, потому что я не понимаю, что... Он с волосами, с настоящими. Открой. Достаешь, и там огромные волосы. Как нам его волосы распаковать? О! Так. Офигеть! Смотри, какие они длинные! Мне кажется, вот тут внизу что-то лежит. Да. Видишь, тут лежит пакетик. Давай. Короче, я распаковываю, да? Ладно, ты откроешь пакетик. Да, тут вот эту штучку нужно, видишь, снять, и животное откроется. Карина открыла нашего... У него волосы мягче, чем у меня. Да! Волосы, я обратила внимание, они как будто настоящие прям. То есть, посмотрите, ребят, это вот такой вот миленький щеночек, у которого волосы супер длинные. И посмотри... Так, я открываю пакетик. Да, что в этом пакетике? Присоска. Резиночки. Резиночки делать в прическе. И расчесочка наверняка, да? Да, прическа. Да, тут лежала расческа, всякие штучки для причесок. В общем, это прям для девчонок заплетать какие-то косички и делать прически животным. Очень прикольный набор. Тут, видите, ребят, даже на картинке показано, какие прически делают. Очень красивые. Посмотри, Полин, супер. Офигенный набор. Так, пришел курьер с попытами. Пока мы тут с тобой распаковали эту прелесть. Здрасте. Добрый вечер. Да, это нам. Спасибо. Ага, тяжелая, знаю. Ага, спасибо, до свидания. Ё-мо-ё. Тащим это. Сейчас проверим, закрывается ли ими всеми кровать. Полин, закрывается. А что это за коробка? Там кое-что другое. Как вы видите, попытов тут очень много. Мы снимем отдельный обзор на эту всю красоту в одном из следующих роликов. Я думаю, вы уже убедились, как много я их заказала. И это только первая часть. Все подробности вы можете увидеть, ребятки, у меня в инстаграме. Обязательно подписывайтесь. Туда я выложу все попытки, получилось ли у нас закрыть имя кровать. В общем, ник вы видите на своих экранах. А мы побежали с Полиной дальше снимать. Спасибо большое, Карина, и вам за просмотр. Да, спасибо вам огромное, ребятки, за то, что вы есть. Я тоже есть. Полина тоже есть. В общем, сняли мы этот челлендж. Я справилась, Полина? Да. Я справилась с челленджем. 24 часа, говорю, сестрида, так что вы можете меня похвалить. А мы сейчас будем разбираться с часами. И я их вам прямо сейчас покажу. Всем пока-пока. Я уже чуть-чуть разобралась. Вот так вот выглядят мои часы. Я сделала обои вот такие с первой буквой моего имени. Сейчас 9-10 утра. И они офигенные, ребят. Просто знайте, очень красиво сидят на моей руке. Субтитры сделал DimaTorzok